Это самый маленький музей в России. Его площадь всего 14 квадратных метров. Экспозиция музея рассказывает об истории самой башни, о ее предназначении на протяжении почти двух столетий. Башня на Лисе-Горе была построена в 1818 году. Автор неизвестен. За 200 лет существования она служила в качестве пожарной колончи, обсерватории для наблюдения кометы Галилея, часовни наблюдательного пункта во времена Гражданской войны. До 2015 года, почти 30 лет, она была заброшенной. Пять лет назад, к дню города, старушевую башню решили реконструировать и сделать в ней музей. Мы нашли проект этого здания, вернее, чертеж этого здания, 1828 года в альбоме. Это был процесс деления наследства после смерти одного из Демидовых. И там все хозяйство было запечатлено. Все основные здания, сооружения, заводские строения, и в том числе башня. Достаточно интересный чертеж, дающий нам право говорить о том, что здесь было четыре портика. Оно выглядело достаточно торжественно. А затем находится следующий чертеж, 1851 года, который говорит, что башня перестраивалась. И чертеж из Государственного архива Свердловской области показывает всего один портик. Сегодня Лисигорскому музею пять лет. О богатой истории здания рассказывается в экспозиции музея. Здесь архивные документы, оптические приборы, макет самой башни, выполненный по чертежам 1828 года. Скульптуры, картины и книги из Демидовской коллекции, журналы метеонаблюдений в Нижнем Тагиле, изданные в Париже в середине 19 века. Ключевой экспонат – круговая панорама Нижнего Тагила 1880-х годов. Мы в фондах нашли шесть фотографий неизвестного фотографа, которые сделаны с одной точки. И они сопоставляются, и это составляет единую панораму, которую видит сегодняшний человек, вот точно так же Нижний Тагил. И сравнить, каким город был на рубеже веков, и каким он стал сегодня. Экскурсия длится минут сорок, но за эти сорок минут можно узнать очень много. Можно увидеть практически полностью, как развивался Нижний Тагильский поселок, как он становился городом, и какой он сейчас можно увидеть уже с панорамных площадок нашей Лисии горы. Ну и, конечно же, у нас есть книга отзывов, которая просто переполнена. Уже вторую буквально начинаем, потому что люди оставляют, свои пожелания, оставляют свои благодарности и уходят отсюда в очень хорошем настроении. Мини-музей часто посещают не только тагильчане. Особой популярностью, рассказывает Евгений Нестерова, он пользуется у туристов. Многие возвращаются сюда не единожды. За пять лет в Сторожевой башне побывало более 20 тысяч человек. Напомним, музей работает сезонно. С 15 апреля по 1 октября по 4 часа в день. Но в этом году в свой юбилей он пока закрыт из-за пандемии коронавируса. Экспозицию можно будет увидеть, как только снимут ограничения.